Матрунич, тоже важно, наверное, вы нам это скажете, есть какая-то разница, как доставится удаление. Вот, Александру, большое спасибо за проявленную инициативу. Мы у нас побывали на одной из лекций, и потом предложили свои услуги вот в этой теме. Тема, кажется, вот такая интересная, поэтому слово вам. Вы у нас социолог, насколько мы знаем, и вы окончили Псковский университет. Да, да, да. Да, но сейчас в IT-классе... Ну, я как из социологии немножко в аналитику я перешел, да, то есть продолжаю примерно тем же заниматься, но... Да, и, как я понимаю, что уже больше 20 лет этой темы. Да, да, да. Убивайтесь, 20 лет это срок. Так что можно доверять уже опыту такому. Пожалуйста, спасибо за то, что приглашали. Да, спасибо большое за приглашение и за принятие. Да, добрый вечер, очень рад. Вас здесь видеть. Это мое первое такое мероприятие про генеалогию на таком уровне. До этого я и ходил к своей дочке в школу, рассказывал, да, и как бы у нее, получается, потренировался. С вами теперь уже большая сцена. Да, да, и несколько слов про меня, почему я, и причем я, как я связан с генеалогией. Я уже действительно занимаюсь ей как-то со студенческих времен. С подачи моей бабушки, она говорит, давай-ка мы запишем то, что я знаю. Да, и я вот, особенно как специалист, связанный с компьютерами тоже, думаю, давай запишем еще какую-то программу, найдем. Мы это все как-то оформим, чтобы все было серьезно. И с такой вот, я не скажу, что я все там до 20 лет или сколько занимаюсь, да, генеалогией постоянно. А время от времени я к этой теме возвращаюсь, когда она сама меня, бывает, что она сама меня притягивает, вдруг что-то всплывает, и я начинаю этим опять заниматься, да, бывает, что я сам возвращаюсь и какую-то тему прожимаю. И сегодня я хочу поделиться с вами своим этим опытом и показать, да, я считаю, да, почему, почему как бы генеалогия, она важна, да, и как ей, как к ней подступиться. Так, и вот такой планчик у меня есть, три больших пункта. Во-первых, зачем нам изучать историю семьи, во-вторых, и два способа ее изучения. Это такая ленивая одноразовая генеалогия, я чуть позже объясню, почему ленивая, да, и как, и почему одноразовая, и как из нее можно из-за вот этой стадии одноразовой, одноразового исследования перейти в стадию более такого, включить историю своей семьи в свою жизнь. Как это будет, ну, чтобы она была частью жизни и все это постепенно развивалось. Да, то есть я бы сказал, что я где-то между ними, да, я лениво периодически чем-то занимаюсь, но уже в течение достаточно долгого времени. Итак, давайте перейдем к тому, зачем, зачем, по моему мнению, стоит заниматься историей своей семьи. Кстати, насчет слов, чтобы сразу развести понятие, как это генеалогия, оно вообще мне не очень привлекательно, мне больше нравится история семьи, потому что она включает в себя больше аспектов. Потому что, когда мы говорим про генеалогию, люди только, вроде, представляют только вот это вот дерево, схему, которую мы взяли, повесили там или положили куда-нибудь, и она там, значит, висит и никому не мешает, спокойно покрывается пылью. А когда же я говорю про историю семьи, я хочу под этим понимать более тесное ваше, там, мое, ваше, ваших детей отношения с предками, да, чтобы это все было присутствовало в нашей культуре, в наших традициях. Итак, да, поэтому я заменяю генеалогию и историю семьи, да, то есть я понимаю, это больше, чем просто дерево. Итак, зачем, во-первых, изучать историю семьи? Первый факт, первая причина, которая меня, на самом деле, часто вдохновляет, это то, что, когда я изучаю историю, и то, что я изучаю своих предков, своих родственников, это мне лучше позволяет понять себя. Вот, смотрите, это сестра моей, сестра моей бабушки, недалеко отсюда, это Сланцы, где-то примерно 1950-е годы. Такая, мне нравится фотография, да, она такая вот, но ты, если молодежь бы сказала, инстаграмная такая фотография, это вполне себе, то есть можно было бы это, наверное, в инстаграм с 50-летних годов выложить, вполне себе нормально. Вот, здесь вот этой бабушке, бабушке, да, Мария, Маше, ей, наверное, около 20 лет, нет, уже побольше 20 лет, к этому времени, вот это она в Сланце фотографирует, за это ее фотографирует какой-то, слово бойфренд не подходит, да, ну, ухажер, да, ухажер, ухажер ее фотографирует, и к этому моменту она уже пережила Вторую мировую войну, оккупацию, их дом, домов семьи был единственных деревней разрушен, да, и потом она смогла вырваться из колхоза, потому что из колхоза нельзя было, да, так просто в Советском Союзе уехать, она там смогла это сделать, и вот приехала в Сланце работать, или здесь она, значит, лет на почти 20, да, она старше меня, чем я сейчас, правильно? И я уже сейчас могу, вот, исходя, вот, представляя ее, вот, и свою, вот, уже понять, вот, соотнести ее, ее жизни, со своей жизнью, и теперь мы можем с помощью нее прыгнуть, я могу, да, прыгнуть в свое будущее, и вот посмотрим на бабушку Машу, что это на фотографии сделано где-то года 4 назад, это ей уже в 90, ну, почти в 90 было, да, то есть до этого статуса мне, наверное, еще гнать лет, ну, там, к 50, еще 50 лет у меня впереди есть, и вот видите, да, я уже чувствую, что где я нахожусь, вот сколько мне еще остается, в принципе, да, что я могу, еще успеваю сделать, что я уже, скорее всего, не успеваю сделать, и, как бы, вот эта вот история, вот это вот соотношение с каким-то другим человеком, который мне близок, да, она, она позволяет мне более, ну, по-другому немножко жить. Александр, она старая фотография, она моложе вас? Да, она моложе. Вы уже говорите, что она там моложе. А, да, ой. Она моложе. Да, она мне моложе, да, лет на, как я сказал, уже на 20 практически, да, 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 да. Да, да, спасибо за это управление. Да, да, и вот Мария, да, она умерла, года как-то, в 2000 году она умерла, мы ее похоронили, да, и на самом деле этот процесс, в нем участвовали наши, ну, я имею в виду, да, мы с ней общались, недавно познакомились, в принципе, с ней, с тоже сестра у меня, бабушка, и вот это взаимодействие с ней, в принципе, я с ней познакомился, потому что я начал изучать генеалогию, изучал генеалогию, и именно поехал к ней специально, чтобы узнать. Моя бабушка уже на тот момент умерла, а у дестра ее родная была жива еще. Или другой момент. Другую свою бабушку я опрашивал, и она мне дает свои какие-то из архива документы и достает от руки нарисованную карту. У меня первая мысль возникает, это же моя карта, это я ее рисовал. И потом так начинаю на нее смотреть, она говорит, какая это твоя карта? Это не твоя карта, это карта, которую нарисал мой папа. А мой прадедушка, которого я не застал, на самом деле эту карту я нарисовал Иосиф Иванович. И неожиданно, что те же самые интересы, которые были у него, во мне тоже всплыли в какой-то форме. Тут, конечно, можно, наверное, за уши притягивать, всплыли или не всплыли, или просто похоже. Но все равно мне приятно ощутить, что я чем-то близок своему прадеду, которого я и даже и не застал. И вот дома у нас вот такая вот стенка, ну, наш такой легкий формат генеалогического дерева, да, то есть фотографии с родственниками которых, ну, с нашими предками. И на самом деле это как бы стена такая, она позволяет на нее посмотреть, что ты понимаешь, что я на самом деле не один, да. На самом деле за мной есть какая-то, ну, история, не моя личная история вот этих людей. И благодаря этой истории появился я, да. Это я появился именно как биологически-генетически, да, именно они должны были все собраться в какой-то момент, чтобы я родился. И, соответственно, их ДНК, например, во мне, да, какие-то кусочки. И с другой стороны, они воспитывали, да, и моих родителей, родители воспитывали меня, и, соответственно, даже не только ДНК, но и культурно, да, какие-то привычки, какие-то подходы к жизни, он от этих людей, от этих людей, значит, перешел ко мне. Я могу какими-то факторами работать над собой, да, их улучшать, какие-то факторы окей. Может быть, за этим не нужно, это можно, от этого лучше избавиться, от какой-то привычки. Второй момент, это генеалогия лучше позволяет понять других людей, то есть стать более, как сказать, толерантными. Да, вот, например, это другой мой прадед, и у него такая вот, такая история непонятная. С одной стороны, вот в семье моего деда, он считался такой легендарной фигурой. Он в Западной Беларуси, когда была Западная Беларусь, в Польше находилась, да, он в это время был подпольщиком, там, он получал какие-то там листовки, он их там распространял, в польских тюрьмах он отсидел лет восемь. И с одной стороны, как бы он такой герой, как бы, над ним вот в семье висел вот этот облик такого какого-то. И он все равно там исчез, он пропал, он неизвестно где он. А потом мне удалось найти какие-то в результате, да, вот, поисков из архивов документы, и я прочитал его же автобиографии. И вот, исходя из этой, а, исходя из воспоминаний Марии, да, вот это первая, которая была в Инстаграм, это его дочка, она говорит, ну ты понимаешь, ну вот чем он, вот, он, как она сказала, чем занимался, ой, за что боролся, на то и напоролся, потому что в Советский Союзе его, похоже, и, как бы, приговорил, да, да, да. Хотя, думаю, точно непонятно. И вот, и когда, например, наступали немцы на эту Белоруссию, да, на эту деревню, члены, он ушел вместе с Красной Армией, при этом оставил за собой, за собой, позади себя оставил жену и детей. И вот, как бы, и вот, понятно, что он ушел, потому что немцы бы его там расстреляли, потому что он коммунист, с одной стороны, да, ну, с другой стороны, он бросил детей, ну, я не знаю, бросил он, или вот какая-то была ситуация другая, я не знаю, но при этом вот эта ситуация, она заставляет меня подходить к этому вопросу более, как бы, сложно, да, что все не так однозначно, вот эта типичная фраза сегодняшнего дня. Да. Он не был в армии, он не был в армии, он не был в армии, он в армии он не был, он работал, как это, вот перед войной, как, вот это Мария, она сказала, понимаешь, что эти два года перед войной они были самые счастливые, потому что он был, как бы, ну, коммунизм продвигал, соответственно, ему дали должность, он там был начальником и мельницы, начальником дорожного управления, при этом у него были какие-то, естественно, враги, которые были проданы, но, с другой стороны, он продвигал, например, белорусский язык, да, то есть, вроде, благодаря его, да, да, он такой, как бы, оппозиционер власти, да, с одной стороны, да, оппозиционер в польской власти, вот, ну, ладно, давайте обвинемся. Другой момент, вот, я тут думал, какое бы слово придумать, вот мы, когда изучаем историю, да, историю России, там, историю страны, да, России, там, в Эстонии, или мира, или неважно чего, обычно мы эту историю рассматриваем, как вот, в отрыве от всего, а когда я вдруг узнаю, что, вот, смотрите, вот, конечно, такой, не очень подходящий, я выбрал кадр для нашей аудитории, наверное, да, кино, кино с американцем, этим, Том Хэнкс, известный, да, голливудский актер, и здесь он, этот фильм «Мост шпионов» рассказывает про ситуацию, когда летел, летел американский летчик над СССР во время Хрущева, и потом советские летчики смогли его сбить, летчик, ну, и потом, вот, обменивали на советского шпиона. Смысл в чем, в чем интересный момент, что мои родственники, они видели, как его сбивали, и, 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 и вот, это, это так удивительно, когда, вот, мне буквально по телефону, нет, Саша, ты знаешь, вот, у нас там были родственники, она называет название деревень, я иду в Википедию, проверяю, ничего себе, и точно, вот, они жили в этой деревне, и, что там, что там произошло, говорят, это было 1 мая, мы смотрим в небо, смолеты летают, какие-то паршютисты прыгают, думаем, какой-то праздник, наверное, а потом уже 2 мая смотрим, уже слушаем новости, оказывается, сбили американского шпиона, это было прямо на их глазах, и такой факт, естественно, он сразу же, да, присоединяет мою историю к истории, к истории страны, да, к истории, там, края, да, еще, да. Вот, еще момент такой, когда вы занимаетесь генеалогией, она позволяет вам, это, как бы, повод наладить отношения с вашими родственниками. Это, конечно, я не говорю, что это волшебная палочка, вы начали заниматься генеалогией, сразу все родственники к вам потекли, и стали сразу с вами переписываться, там, обменяться открытками, нет, это, как бы, не, к сожалению, в большом, это не волшебная палочка, но для каких-то ситуациях, да, для каких-то людей это действительно будет таким мостиком, чтобы вы смогли наладить отношения с какими-то вашими родственниками, и, да, вот буквально недавно мы, да, успешно, я восстановил знакомство, там, со своим дядей, которого я видел с пятилетним только в возрасте, вот, но мы, естественно, встретились как родственники, все хорошо, именно вот как настоящие старые, старые друганы, и это, конечно, очень приятно, что, и к этому привела как раз вот вопрос изучения генеалогии, ну, и, да, еще пара моментов, опять же, генеалогия позволяет найти единомышленников, да, и вот как раз-таки мы сегодня собрались, может быть, с кем-то из вас у нас наладится отношение, и мы будем вместе что-то дальше изучать, и вместе исследовать, и последняя такая вишенка на торте, это то, что, когда вы занимаетесь генеалогией, вы позволяете, ну, вы после себя оставляете след, да, в истории, это может быть не ваш личный след, это не мой личный след, но я надеюсь, что то, что я вот сейчас собираю, аккумулирую, оно передадаться моим детям, может быть, там, внукам, это уже, да, как мы сможем это все организовать, и, соответственно, вот этот, я так, знаете, думал о генеалогии, как, вернее, об истории семьи, это вот, вот, допустим, я какое-то поколение, да, пра-пра-пра-дед, и вот я помню, вернее, как я живу, он туда вот, да, и там вот у меня прошлое, я помню какое-то вот, там, полтора, два, три поколения, да, что у меня там было сто лет назад, мы примерно там знаем какие-то имена, потом уже следующее, следующий дед, да, уже из прадедов, он это все, память устную, она, как бы, подтягивается сюда, мы уже не помним, что было там чуть подальше, следующее еще дальше, и вот это все, это как луч фонаря, да, то есть мы вот дальше какого-то исторического периода, мы уже дальше не знаем, но, если вы сможете начать вот это все, что вы сейчас знаете, то, что вас знают ваши родственники, зафиксировать, как бы вот в каких-то уже, да, в какой-то документации, то вы вот этот случай фонаря, вы его продлеваете, то есть уже ваши дети, ваши внуки, они смогут уже убедить то, что было, то, что было, как бы, в вашем прошлом, как бы раньше. И мне кажется, это важно, потому что обычно мы на эту историю смотрим только как на Наполеонов, там, на всяких вот этих глобальных людей, а на самом деле история отдельного человека, она тоже очень важна, это наше личное дело, как бы наша персональная ответственность, чтобы вот эту историю личную, да, ее сохранить, потому что жизнь каждого человека, она уникальна, и, соответственно, здесь мы можем приложить усилия. Так, ну, да, это резюме, значит, зачем изучать. Кстати, я что хочу сказать, если у вас есть какие-то комментарии прямо в прямом эфире, вы сразу, да, вы сразу говорите-ка, я люблю именно в формате диалога как-то вести, да, беседу, поэтому смело прерывайте меня. И еще момент, если я вдруг куда-то утек, и я вдруг, вы поняли, что я не завершил какой-то вопрос, который вам интересен, вы меня можете возвратить, да. Есть у меня такая особенность, да. Итак, переходим теперь к практической части нашей беседы. Ленивая одноразовая генеалогия. Почему я ее так назвал? Жена, да, как раз так спросила, что это такое странное за название такое. На самом деле, в чем здесь смысл? У меня и среди родственников есть множество, не множество, а есть там какие-то там 2-3 человека, которые позанимались историей семьи вот в какой-то период. Вот там вот у меня знакомая есть, на кого ты знаешь, я этим занималась уже года 4 назад, я уже ничего не помню, я записала. Я записала, сейчас мне уже это неинтересно. И вот все, что я знаю, я уже зафиксировала. И она вот это записала, молодец, на определенном сайте, да. И в конце концов, но благодаря ее усилиям, благодаря ее роли, я смог выйти на, как это называется, на ее бабушку. И бабушка эта жива. И она вот знала эту вот Марию, которая на первых фотографиях, представляете, и она была из соседника. Они как бы были не в одной семье, они были соседние, племянники как бы. И вот это очень интересные разговоры про то... С одной стороны, ты слушаешь про свою бабушку, когда из уст твоей бабушки, а тут такие, представляете, генеалогические сплетни. Вот про этого как раз Николая Жука, вот фотография рваная. Она говорит, нет, ты знаешь, он был красавчиком, но что про него говорили? Что он бездельник. Это уже не их всегда, это не семья этого Александра Жука, а семья соседняя. Как они про него сплетничали, что он, конечно, молодец такой, красивенький. Но вот такого, Даша, не узнаешь такого от своей бабушки, например. И вот спасибо вот этой девушке, с которой мы познакомились. Ну, она родственница, получается, моя. Благодаря вот ее работе, одноразовой работе в генеалогии, да, она это сделала, она это выложила. И, в принципе, это сейчас уже будет лежать. И, скорее всего, с большими шансами эта история, она останется. И там ее дети, и мои дети тоже, они воспользуются результатами ее работы. И поэтому я вас призываю, ну, у вас уже есть интерес, да, я понимаю, раз вы сюда пришли к теме, чтобы заниматься генеалогией, соответственно, может быть, вы сможете даже уже из этого формата, из ленивой генеалогии перескочить уже в более такую устойчивую, уже в более стиль жизни. Так, значит, какие, но если вы, допустим, у вас есть силы только на вот кратковременное такое генеалогическое усилие, тогда что вам нужно сделать? Да, что вам нужно сделать? Я сейчас возвращаюсь опять к нашему Тому Хэнксу. Откуда я узнал, да, что такая ситуация произошла в нашей истории? Я позвонил своей, ну, там, своей родственнице, и буквально этот разговор, он был 15 минут, я говорю, расскажи, пожалуйста, что там было, ну, какие-то, что ты знаешь? Она такая, ты знаешь, я самая младшая сестра, я ничего не знаю. Ну, вот, вот, потом еще что-то она там рассказала, этого разговора занял там буквально 15 минут. Я говорю, ой, надо с вами побольше поговорить, я к вам приеду. Вот так, конечно же, я там тянул года два, и, ну, хоть я с ней поговорил, вы понимаете, и хоть вот эта информация позволила там узнать важные вещи. Через два года у нее началась проблема с памятью, то есть она вот все забыла. Ну, в смысле, она уже историю все это не поняла, но, слава богу, хоть мы успели с ней пообщаться, и какие-то такие вот факты, которые она не, ну, вернее, никто больше не знал, она рассказала, да. Из меня на карте вот эта линия красная, что это означает? Как он летел там? Да, это получается, вот он летел, упс, это он летел, 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 вот красный город Челябинск, и дальше он должен был так лететь, но здесь доблестные советские летчики и ракейщики его подбили. И как раз вот здесь по Челябинскому жили наши родственники, они там жили, потому что они были поражены в правах после оксидки за то, что он был полетен, ну, тем самым... не в партии большевиков, а у эсеров, да, и, соответственно, ну, это дало им такой чудесный шанс увидеть вот это вот. Итак, поэтому первый шаг, надо разговаривать с вашими родственниками, да, и здесь в идеале нужно поговорить, начинать с самых старших, да, куда это все деть, да, и момент какой, я в эту же ленивую, в ленивые форматы генеалогии, я сюда еще вот отнесу пример с моим прадедом, я его не застал, это он из-под великих луг, Степан Васильевич Волков, он вот в этом, я не знаю, ну, это где-то уже к 80-м, наверное, 70-м, это моя, как бы, тетя, что ли, наверное, ну, мы с ней, примерно, ровесники, она чуть по меня постарше, наверное, это 75-й, что-нибудь такое, да, он прошел войну, да, и нам известно про Степана Васильевича, что он прошел войну, и, соответственно, про него было достаточно легко найти сведения, вот вы знаете, наверное, слышали про этот сайт «Подвиг народа», да, это сайт «Подвиг народа», и на нем собрано, как Министерство обороны Российской Федерации, оно публикует документы о войне, много там документов выложено, много, конечно, не выложено, ну, вот, например, с прадедом повезло, да, у него, как раз, буквально, одна, тут я поиск, да, завел, фамилия, имя, отчество, вместо призыва Великолупский, указал слово Великолупский, и мне выскочила как раз всего лишь одна запись, как раз про него. И что мы тут видим? Вот как раз про Степана Васильевича сразу указано и год рождения, и когда он, да, когда он был призван, и, ну, и детали про его службу, и что самое, конечно, такое, как сказать, душесчипательное, это документ, да, который был непосредственно написан там, где-то недалеко от поля боя, и в этом документе указаны какие-то детали, опять же, о нем. Обратите внимание, здесь вот закрыта полоса, да, закрыта адрес, где он проживал. Это не я закрыл, да, это вот закрывает, кстати, Министерство обороны, то есть они считают, что это как бы персональные данные, и, соответственно, они эти вещи не хотят, ну, публиковать. Хотя вопрос, конечно, спорный, уже прошло, ой, ой, как много времени, да, это с 44-го года, да, но они, это может быть и раньше они это публиковали, документы. Вот там, где адрес месторождения. Да, адрес месторождения, и тут еще внизу, вот здесь вот не влез в экран, постоянно домашний адрес, кого там его, его семьи, в общем, да, и тут он тоже закрыт, его тоже не видно, то есть вот это одна из проблем, то есть вы можете найти на сайте Министерства обороны этот документ, но там, например, не будет выложена информации про адрес, и вы, соответственно, не сможете, ну, вернее, это может быть зацепка, да, для вас, а вы... И даже региона нет, что какого региона... Ну, регион тут есть, наверное, тут, скажем, Великолубский РВК, тут написано, что он призывал Великолубским РВК, но вот какие-то подробности там, где он, например, в каком городе там жил, ну, в каком доме, да, ну, и здесь просто описано, да, что товарищ, мой товарищ Волков вот этот вот, дорогой, и что он, за какой подвиг ему дали награду. Да, и, соответственно, что я рекомендую делать, то есть это вот эти вот, если известно, что ваш, там, прадед воевал, есть высокие шансы, что эти документы, они лежат на сайте Подвиг. Вот, там у них есть Подвиг народа, Память народа, но они, в принципе, там все связаны, вы их увидите, да, и Память народа, это обычно те, кто погиб, получается, Подвиг народа, это там награждение, и, ну... Там, по Память народа, извините, я внесу, там, кстати, адреса есть, да, у меня два наградных, и бабушка, и дедушка, у меня два месяца, да? И там место захоронения долга, где похоронят. Да, 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 если бы, да, 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 и на долгопадите, да. У меня получилось, что я просто ребенок, и папа успел в 44-м году пойти добровольцем, там, делал документы, полный комплект вот этих историй. И на него пришла похоронка, хотя он остался жив. Поэтому я видела вот на этом сайте, что откуда, прямо в адрес, где жили бабушка и дедушка, а на другом сайте награды, которые он уже получил после. Вот такая история. Да, 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 понятно, ну, это гигантская работа, естественно, все вот эти документации, она просто, и удивительно даже, зная, какой уровень там был, но потери, что все-таки масса документов на самом деле осталась. Да, поэтому... Еще есть такая, что там некоторые, видимо, записаны, вот эти имена, фамилии, ну, абсолютно исковерканные, что если он не знал даже, где призывался, и пытался найти, случайно нашла, прямо перестала перебирать, потому что с десяток вот похожих, я не знаю, как они записывали, на, ну, именно вот, либо фамилия как-то, либо отчество, как веркается, иногда прям целый список надо прошелки. Да, это важный момент, да. То есть, например, он знает, где он, ну, он жил, и думает, неужели, да, вот, и зашел. Да, спасибо, это важный момент, потому что вот те, кто специализирует на этих поисках, именно военных, они именно, а ты попробовал вот поменять букву, попробовал имя написать по-другому, и попробуй написать только инициалы. Потом еще момент в том, что эта база, она периодически обновляется, то есть туда нужно регулярно, если вы кого-то ищете, да, про войну, туда надо регулярно заходить там, допустим, раз в полгода и перепроверять, не появилось ли там каких-то новых документов, как бы, да, вот такая вот история. Это вот по такому простому поиску, да, и, соответственно, вот эти все документы можно скопировать с сайта и сложить это к себе куда-то в, ну, вот если вкратце про то, как же хранятся документы, да, и если они у вас в электронном виде, я думаю, самый простой и эффективный способ, это распространить эти копии среди родственников, то есть у кого-то они останутся. Потому что у меня, ну, как минимум одного, вот у меня дядя, например, он до меня еще начинал заниматься историей семьи, но у него накрылся компьютер, и у него все потерялось. Если бы он, да, если бы он поделился бы с нами, тогда бы у кого-то бы копия была. Поэтому вот самый простой способ, не заморачиваясь ни на какие суперсервисы, там, облака онлайн, да, просто поделитесь этими копиями со своими родственниками, что и у кого-то шансы есть, что эта копия дойдет до последующих поколений, и она, и она как бы сохранится, да, эта копия. Так, и теперь, что неожиданно, я сейчас перехожу, опять же, в ленивую генеалогию, перейдем к теме ДНК. Кажется, что она такая слотка. Слотка, кто-нибудь делал тесты ДНК? Хотела, но не дошла. А, вот, делали, делали. Ага. Да, сейчас, сейчас расскажу, да, что такое ДНК и... В смысле, не что такое ДНК, а для чего он... Да, я, я не биолог и не... То есть, мои знания, познания вот в этой теме, они сугубо такие бытовые, я их как-то пытаюсь обновлять, да, но, вроде бы, мое понимание, оно соответствует тому, что я встречаю вот в этой жизни генеалогической, да. Итак, в чем заключается идея? Вы... Вы делаете тест ДНК. Как это обычно выглядит? Вы просто идете в эту фирму, ну, делаете... Оплачиваете заказ, вам присылают коробочку, и вот, в зависимости от фирмы, там, вы можете... Или вам дадут ватку, которую нужно, там, потереть за щекой, и потом эту ватку засунуть в пробирку, или, там, плюнуть в эту пробирку и закрыть ее, да, потом вы кладете это все в конверт, отправляете, скорее всего, в Ирландию, там уже марка, может, будет в конверте, да, и через месяц-полтора-два вам придет по интернету оповещение, что ваши результаты готовы, и идите смотрите на ваши... на ваш ДНК. Если про вопрос стоимости, да, что стоит эта штука от, наверное, от 30, можно найти, на скидках поймать, да, от 30 евро, и самый дорогой, наверное, самый дорогой, вот, простой тест, он стоит, наверное, до 100 евро, там, 100-100 евро. Есть какие-то компании, которые можно доверять? Ну, они, да, я сейчас про компании скажу, да, да. А мне чего делается эта ДНК? Я и так знаю всю свою родину. А вот сейчас, да, сейчас я вам расскажу. Да, ДНК... Тысячу лет назад вы точно не знаете. Вот смотрите, да, вот... Так, я вот уже тут делал... Вот смотрите, это один из... То есть, когда вы сделаете ДНК, у вас будет два... Два разных, как бы сказать, результата. Один результат, это оценка того, из какого вы региона. Вот, то есть вот здесь, например, да, вот этот сайт MyHeritage, сервис MyHeritage, он вот так вот оценивает, откуда взялись мои предки. Но это не мои предки, это мои бабушки. Один момент. То, что, да, выделено черным, это, скорее, более концентрировано. То, что просто цветным, менее концентрировано. Но, конечно, не все так просто. Потому что, если мы загрузим эти же данные, мы сейчас можем от MyHeritage забрать мой уже сделанный анализ и переслать его на другой сервис, и посмотрите, тот же самый сервис, ой, тот же самый человек, но он выглядит немножко по-другому, да? Как, ну, тут вы видите, вот этот сервис, он поймал у моей бабушки короче эскимосов. Там что-то 1,5% эскимосов. Да. И если мы перегрузим, я вот в другой сервис, есть российский сервис, а он уже дает раскладку по субъектам Российской Федерации. Ну, здесь она, конечно, такая тоже. Здесь на Новой Земле, там, наверное, бабушка моя, ну, предки моей бабушки не путешествовали, но просто, что это часть региона, он ее окрашивает. Это как бы одна сторона, да, ДНК анализа. Я не знаю, ну, как бы сказать, она такая прикольная, но толка от нее, наверное, не очень много. Ну, да, там мои, там и финны, там еще кто-то. Как бы интереснее другое, с моей точки зрения, другая часть. Другая часть анализа. Как это происходит? Вы сделали свой анализ, загрузили на этот сайт, с другой стороны, множество тысячи людей на этом же сайте сделали свои тоже анализы. И что делает этот сервис? Он берет и смотрит, нет ли у вас пересечений с другими клиентами этого сайта. Да, и вот, например, это, это, а, это моя бабушка, да. Получается, вот смотрите, моей бабушке показано, что на этом сайте, на Майхере, то есть у нее 4 тысячи подозреваемых родственников. Ну, имеется в виду 4 тысячи, это там очень слабые, там, как это называется, седьмая вода на киселе, но среди них кто-то вот, и вот моя бабушка, ее сводная сестра, да, у них один, отец один, а матери разные, у них получилось, вот тут как бы просто смотреть, это вот общая ДНК, 23, ну, одна четверть, да, одна четверть их ДНК, она общая у них. Если бы, допустим, они были бы родные, брат, полностью родные, да, и отец, у них было бы примерно 50% общего ДНК. Но вот посмотрите, если мы прыгнем на следующего, там некий человек вообще из Ирландии, вот, и здесь уже идет оценка, что это четвероюродная или шестиюродная сестра, и у этого человека, уже следующий, да, меньше процентов, ну, примерно 1% идет общего ДНК, да, вот, то есть, и, соответственно, вот это к вопросу, да, если я знаю всех родственников, зачем мне делать это ДНК? Ну, вот у нас, у другой, у другой моей бабушки, там, блин, внуча, как это называется, двоюродные, что ли, бабушки, да, у нее выскочили какие-то родственники в Испании, но с русскими фамилиями. И я начинаю этим родственникам, там, там сильно близко, там что-то троюродное или четвертое, вот, вот, прямо вот рядом, не помню, сколько там процентов было, но вот, прямо рядом, и я начинаю этим Н-юродным родственникам писать, а они молчат, не отвечают. Я начинаю там разбираться, оказывается, они сделали, вот, это вопрос об одноразовой генеалогии, да, они сделали этот тест года три назад. Они его сделали, отправили, и, скорее всего, забыли уже, что он там был, да, у них были, наверное, какие-то надежды, что сейчас выскочит принц Уэльский там какой-нибудь, или еще кто-нибудь, но принцев никаких не выскочил, они посмотрели на эти попадения какие-то, там, там, полпроцента, да, непонятно каких родственников, и про это забыли, а тут близкие. И мне, я писал уже поддержку в этого Майхередовича, говорю, ребята, я пишу этой женщине, она мне не отвечает, вы можете, вы можете вообще проверить, что письмо доходит? Да, да, все доходит, она просто, наверное, вам не хочет отвечать. В общем, ну, я уже пошел по пути такому шпионскому, там, благо, она выложила свою фотографию, я взял ее фотографию, добавил там в какой-то сервис поиска лиц, и она мне опа выдает, это вся ваша испанка, вот она оканчивала Псковский государственный университет. Ну, то есть, она сейчас живет в Испании, они переехали, да, но оказалось, да, что, получается, они через Великие Луки там как-то связаны с моей, ну, с этой, с моей, вот с этой линией моего деда, и, ну, очень сложно, да, но вопрос, опять же, возвращение к одноразовой вот этой вот генеалогии, я пытаюсь с ними наладить контакт, но он не сильно получается, то есть, они не хотят копать, то есть, мы где-то очень близко, да, по родственным связям, но, именно вот, до конца раскопать, как же мы связаны, у нас не получается. А по церковным линиям? Вы имеете в виду с ними? Ну, вообще, с родственниками. Да, про это, про церковные, можно сказать. Скажите, а ДНК, говорят еще, например, дают брак родной и щитра родная, это тоже разная, то есть, у женщин показывают меньше, у мужчин, по-моему, больше даже. Там с ДНК, там какой, там есть еще, нет, вот этот вот вид тест, он примерно одинаковый, я понимаю, мужчины и женщины, там есть другие виды тестов, которые, вот, они именно для мужчины показывают, там есть такой тест, который покажет вас до Адама, в общем, то есть, вот как ваши, но я не знаю, опять же, этот смысл, да, вы там узнаете, что ваши там предки через Африку, пришли там на Чукотку, потом еще куда-то, ну, как бы, есть такие тесты, которые вот смотрят именно дальние, они пробивают далеко туда, далеко, но при этом, такого практического смысла, ну, если интересно просто, вот узнать, что я родом из, из Древней Аравии какой-то, да? Насколько они нужны, как бы, как сказать, вот, в правду, ну, то есть, насколько можно этим доверять, ну, я и время думала, ну, вроде, мне кажется, что, ну, как будто я никак не верю, но я не разбирала, и думаю, вот, ну, ну, вот, да, момент, у меня, я одному товарищу в Лондоне, пришел какой-то, из-под Невика, парень в Лондоне, и он оказался наш, какой-то тоже ДНК родственник, он говорит, слушай, я этот тест сделал, мне начинают писать какие-то люди, я их вообще не знаю, это все, какой-то вообще ерунда, это все, но я ему объяснил, что, в принципе, вот эти вот, как сказать, когда вот это ДНК, там, один процент, например, это уже очень высокая вера, что это действительно какие-то ваши родственники, вопрос в том, что очень сложно, все равно очень сложно найти, вот я сейчас покажу схему, да, а, вот сейчас схему я покажу, смотрите, это значит, сейчас я, не помню, кого это я делал, вот это, вот мы сделали, это достаточно близкое попадание, вот это вот, тот, кто делал, как моя бабушка, да, потом вот ее родитель, вот еще, вот ее дедушка, прапрадедушка, потом, и вот эти вот фиолетовые кружки, это вероятность того, кто это, вот из другого, то есть это, это вот кто сделал тест, моя бабушка, да, а это против кого мы сравниваем, это какой-то человек, и система, она считает, что скорее всего, этот человек, он или шестиюродная сестра, или четыроюродная, или пятиюродная, и вот понимаете, то есть я знаю, что моя бабушка, она знает, допустим, своего отца, и мы знаем ее дедушку, уже с прадедушкой, уже сложнее, но при чем тут еще надо копать, да, мы уже, мы не уверены насчет прадедушки, а тут еще надо дойти до прадедушки, еще пойти, 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 пройти по этой всей линии, то есть, вот такая вот штука, она как бы, как бы, сложная, то есть, на самом деле, ДНК, она, да, она как получается, как не то, что лотерея, но если вы это сделаете, там у своих, да, своих родственников сделаете, то это как бы такая метка, что, дорогие друзья, я вот выкладываю свой ДНК, и вдруг там через год, через два, через пять, кто-то зацепится за нее, и я узнаю о каком-то своем новом родственнике, и дело еще в том, что да, ДНК, как человек умер, мы уже не Николай второй, соответственно, у нас никто в мертвом виде ДНК брать не будет, поэтому лучше, ну, можно ДНК сделать, чтобы оно осталось даже моим детям, да, и потом, то есть, соответственно, если вы делаете ДНК, лучше делать это, если у вас есть выбор, если вы самая старшая поколенная, то делать уже себе, если у вас еще есть родители, то, ну, смысл есть сделать именно родителям, потому что, они же как бы, ваши ДНК и произвели. Вот, если по поводу фирм, сейчас расскажу про фирмы чуть-чуть, вкратце, вот это фирмы, с которыми я взаимодействовал, в смысле, о которых неизвестно, вот эти две большие, вверху, 23DME, ANC3, они самые глобальные фирмы, вот эти, ну, я начинал с MyHeritage, да, в какой, в какой между ними взаимодействии, вот эти вот, которые сверху, они самые дорогие. И я могу, например, сделать 23DME тест, и взять оттуда данные, и потом пересгрузить их на все остальные тесты. Да, и, соответственно, я, как там пишут, в этих форумах, надо ловить, если вы ищете какую-то конкретную рыбу, надо искать ее во всех пурдах. у меня там выскочил, вот на мою бабушку, на ДНК моей бабушки, выскочил какой-то американец из Техаса. У него, знаете, какая-то история, именно с ДНК история связана. У него, он только в зрелом возрасте, вот в этом вот, 50-60 лет, он узнал, что, оказывается, его мама, это не его мама, а вот эта вот ее сестра, с которой он там изредка общался, это была его настоящая мама. А папа вообще неизвестен, но он предполагает, потому что вот эта настоящая мама в школе училась одновременно с каким-то парнем, у которого имя совпадает с его фамилией, наверное, это мой папанин, но он уже, у него не осталось, после него детей, а сын его умер, я не могу, говорит, у него взять ДНК, и он ищет, кто его настоящий отец. И вот он, получается, он вот этот ДНК-тест, он раскидывает по всем этим сервисам, чтобы вдруг кто-то на каком-то сервисе зацепится, и он поэтому всем еще пишет, ты кто, но, есть ли у нас какие-то родственники, да, и так далее. То есть, если, допустим, у вас ситуация, что вы ищете какого-то родственника, именно вот вам нужно, тогда правильный, самый эффективный план, чтобы покрыть все вот эти вот возможные труды с ДНК, то надо сделать сервис, анализ и здесь, и здесь, потому что они, вредные такие капиталисты, они не разрешают загружать туда данные чужие. То есть, вот, сделай у меня, и я тебе покажу. А если ты здесь сделаешь, я тебе не разрешу загрузить. Вот, поэтому вы можете сделать и тут, и тут, и потом эти данные перезагрузите уже на все остальные сайты. И там у вас может быть кто-то, кто-то выскочит сейчас, или там через год, или через 10 лет. В общем, так. А эти данные совпадают, вот, если, допустим, сделать на 23, и там на следующем Ancestry. Ancestry. Да, они, ну, как... Точно они один к одному, или... Ну, я вот, видите, один к одному здесь сложно сказать, потому что базы пользователей разные, вот, поэтому так и не скажешь. А если именно смотришь по... ну, там, вот, загружали отца и дочь, они, конечно, здесь сразу находятся. То есть, вы можете, вот, если вам интересна техническая такая сторона, вы можете... Есть люди, которые они прям... Вот, я все тесты купил, я их все попробовал, вот, посмотри, и там прям они сравнивают, как они срабатывают. То есть, в принципе, я в это верю. Ну, я имею в виду, что, ну, какой смысл им обманывать, и там, ну, технологии работают, то есть, проверенные. Поэтому, я понимаю, что это как-то... Просто, когда вы вдруг видите, а откуда у меня финны какие-то взялись? Да? Это... Но когда-то вы видите всю эту длинную цепочку, естественно, кто-то мог там, где-то с финны, у моей там вот другой бабушки, у нее там кто-то из Латинской Америки выскочил. Ну, далеко, там не докопаешься по документам, но, да, но... Да, а вот этот сервис, кстати, GetMatch, он не делает, он не делает этих... сам анализов, но что он предлагает, что вы где-нибудь сделали и загрузите сюда. То есть, это в идеале общий пруд для всех. Но, естественно, не все знают о нанимеще этого сайта, и поэтому... Но вот здесь можно тоже... Да, вот. То есть, что-то сделали... То есть, какая стратегия? Сделали где-то тест, перезагрузите его на все другие сайты с тем, чтобы найти каких-то родственников. Так, далее, так... Мы как там... Нормально, да, еще? А если смешанные семьи, например, как ты говоришь, неизвестно откуда. А если я знаю, например, мама у меня тульская, а папа у меня финский гермоландец. Вот я по маминой линии знаю до прадедушки, а по папиной не знаю, потому что их в 44-м году выгнали, услали в Финляндию, и там, вроде говоря, церковь сгорела. А как мне искать тогда по папиной линии? Надо искать в Финском архиве. Ну да, если именно по документам, да, нужно искать... Вопрос, какие события были? Какие... Ну, корни как бы, корни. А какие... Если вам известно о каких-то событиях... Сейчас я к этому вопросу... Просто мы говорим как бы в России или как бы в СССР. Ну вот... А если, например, разные, например... Нет, вот это все это мировое. Например, наожий папа, а мама, например, кубинист, а мама русская. Это же тоже разные корни. Да, но вот эти штуки, они вам это показывают. Помогают. Да, то есть, в принципе, если кто-то из ваших родственников, вот там, финской уже линии, да, они сделают эти же тесты, то у вас выскочат. То есть, смотрите, какой-то близкий человек, и вы можете ему написать и узнать там что-то, да? Ну, может быть, вам ответят, и вы сможете общаться. Да. Вот, и теперь еще один, еще один, значит, момент. Так, есть вопросы какие-то по ДНК еще или нормально? Понятно, да? Со мной, я вот сейчас хочу показать парочку сайтов, которые также полезны, они даже, в моей опыте, они даже более полезны, чем ДНК, например, да? это вот сайт MyHeritage, это производство израильского, но, мне кажется, на русскоязычной территории они очень, очень активные. У меня там загружена часть моего дерева, у меня там вот 250 человек, это максимум на бесплатном тарифе, я все продолжаю жмотить, да, не платить, вон, видите, там сверху размер дерева превышен, красненьким, да, так, у меня 350, примерно, человек, но я выгрузил именно старшее поколение, чтобы они там где-то зацепились. Что производит, вот смотри, где-то сайт MyHeritage, он соединяет в себе и ДНК с одной стороны, но это не обязательно ДНК, вы туда можете выложить свое дерево, я, в принципе, рекомендую, если вы никогда ничем не занимались, MyHeritage как самый такой простой и самый, как сказать, дружественный, да, сервис, он там и на русском есть, и у него такая приятная интерфейс, и он там присылает какие-то оповещения, там, о Пете день рождения, там, загрузили новую фотографию, и какой от этого от этого, значит, сайта ТОЛК, я хочу рассказать про конкретный пример, который выскочил, что делает этот сайт, у вас есть ваше дерево, да, и у какого-то соседа, с которым вы никогда не общались, ну, в другом городе, тоже есть дерево, и этот сайт, он может, MyHeritage может понять, что ваша веточка, она зацепляется за веточку другого человека, и вот именно таким образом я нашел вот это вот, которое я сказал, сплетни, сплетни, да, родословные сплетни, я как раз нашел вот эту бабушку с помощью вот этого сайта, то есть мне дали, мне показали, что у вас есть пересечение деревьев, и я с ними смог связаться, тоже, тоже не напрямую, пришлось искать эту девчонку в Питере, но нашли ее, да, и вот, значит, это сайт MyHeritage, да, а вот этим сайтом можно поделиться с родственниками? Да, 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 вот здесь какая у них логика, то есть сейчас у меня, подождите, а, мне здесь не написано, сколько у меня народ, у меня здесь подключен человек 15, как бы, теоретически, но, конечно, там пользователи активны, там, 2-3, наверное, но так именно, кого вы туда подключаете, они начнут потом получать уведомления, что вы добавили новую информацию, там, день рождения у кого-то, и то он как бы пытается подталкивать ваших родственников тоже к участию, а добавьте фотографию, а добавьте там еще что-нибудь, там всякая веселуха есть, а вот мы сейчас возьмем вашу фотографию и покажем ее в историческом контексте, как бы вы выглядели в костюме 19 века, но, но это тоже, да, ну, такая, как бы сказать, гемификация, да, она, она кого-то, ну, привлекает, как бы, да. А какой вот, там, есть ли такая гарантия, что это сохранится, там, будет как-то жить? Вот, очень хороший вопрос, смотрите, да, вопрос такой важный, что, как бы вот это, то есть, это будет жить, ну, знаете, это как фотографии выкладываете в Google фотографии, да, в Google диск там куда-то, они будут жить до какого времени? Пока Google жив, или пока там кто-нибудь не купит, то есть, поэтому, ну, что, какой плюс есть MyHeritage, что, они позволяют загрузить к себе копию данных, вот, то есть, вы, например, сделали дерево, вот оно у вас расцвело там, и вы можете эту копию сохранить к себе, вот, там есть такой, в этот, ну, там в любой, да, вот вы считаете, что это у вас важный, хороший сейчас момент, да, чтобы вы его сохранили, и эти копии можете распространить файлы, это будет, как считаете, что вы в Word, да, там сделали какой-то документ, то же самое, это специальный формат файла, который для генеалогии, вы его там своим родственникам отдадите, они смогут его тоже открыть, на компьютере, там, или, ну, или загрузить на другой какой-то сайт, то есть, ну, пока вы активно этим занимаетесь, оно, естественно, никуда не денется, да, но, пытайтесь, делать резервные копии, это, как бы, важный, важный вопрос, да, чтобы эти данные не потерялись, но, конечно, мы понимаем, что это, какой-то сервер, он стоит, там много копий, то есть, так оно никуда, если вы сами пароли какие-то не посеете, то, оно, в принципе, будет жить и не тужить. Другой сайт, еще хочу на него брать внимание, это FamilySearch, чем он интересен, у него другая концепция, если MyHeritage, это частные деревья, то есть, вот мой огород, сюда не заходи, вот это мое, это другое дерево, и даже если там одинаковые люди, эти деревья, как бы, можно скопировать, но нельзя, как бы, вместе работать над одним и тем же человеком, да, в общем, там сложнее это все получается. Вот этот FamilySearch, это не коммерческая организация, это церковь, церковь, это универсальное дерево, то есть, если вы работаете, вот, надо, это моя прапрабабушка, или прабабушка, да, Елизавета Максимовна Юрлова, то есть, я работаю над этим деревом, над этой записью, да, и кто-то другой может прийти, и тоже, в принципе, над этой же странице поработать. Это будет совместно, такое творчество, которое, ну, как в Википедии, да, мы страницы можем там же исправлять. Соответственно, здесь то же самое, и недавно, да, как раз через Майхеретович, ой, через FamilySearch ко мне, ну, по супружине, по линии жены, кто-то из Вильнюса, да, девушка постучалась, и мы сейчас с ней начали общаться, в общем, по тещиной линии, взялись родственники. И, на самом деле, если технически запариться, можем данные перекидывать, из Майхеретовича вот сюда, вот, ну, это надо уже более детально. Здесь хорошо то, что тут еще есть документы, церковные, всякие церковные, вот эти метрики. Да, да, вот этот ваш... Да, на конце всех. Да, чем они FamilySearch занимаются, вот как союз развалился, да, торжественно, они приехали, они приехали, например, вот, вот, про свою, да, родную Псковскую область, приехали в Псковский архив и сделали снимки, снимки метрик. Они делали снимки метрик из церквей, из церквей, и часть метрик можно у них на сайте бесплатно посмотреть. Ну, это надо сидеть, ну, про метрики еще успеем, можно затронуть. Так, ладно, про сайты мы закончили, да, так, ну, это, ладно, это пример визуализации, который позволяет эти сайты делать. Вот это, да, например, моя дочка, и вот потом пошли, вот Александр Матроныч, это я, это как моя половина, это верный график. То есть можно такую штуку сделать, она автоматическая, да, в одном формате распечатан, в другом формате, очень прикольно, и видно, да, где у нас пробелы. Вот видите, получается, что у меня по линии жены как бы не дороготочка. То есть явно, явно пробел, явно пробел. Да. Ход не дошла, а что такое, да, почему пробел? Ну вот надо работать, да, но вот это... Не дожал. Да, я пока еще не дожал, да. С чем еще, вот этот фэмилисерч, хочу историю вам одну рассказать, когда, вот я, да, где он там был, вот этот вот, фэмилисерч, который мармоновский, когда я загрузил туда данные своего брата, брата моего прадеда, которого расстреляли, представляете, что случилось? Через несколько дней мне фэмилисерч присылает вот эту вот ссылку, что, вы знаете, дорогой, ваш Александр Иванович Юрлов похоже похоронен в Екатеринбурге. Никто этого, как бы взросленьков, никто не знал, где он вообще, расстреляли его, вроде расстреляли его, и тут, оп, пожалуйста, возьмите похоронен в Екатеринбурге на полигоне НКВД, где их там расстреливают пачками, да, так сказать, это такое захоронение Грейвс, да, это могилы. А, да, он мне дал, то есть, получается, вот этот сайт, фэмилисерч, он связан с сайтом Биллингрейвс, то есть, а что делает сайт Биллингрейвс, это, миллион могил, да, миллион могил, то есть, они коллекционируют фотографии могил, то есть, вы вот, если у вас есть, я даже поставил себе эту программу, после того, как мне дали вот эту информацию, я думаю, мне тоже надо вложиться, если я бываю, мимо какого-то кладбища прохожу, я иногда зайду и просто сделаю снимки в нескольких могильных камней, вдруг это кому-то пригодится, да, вот, то есть, и мне вот дали информацию, да, что вот он, мой Юрлов, Александр Иванович, в 87-м году родился, в 38-м году, в марте, его торжественно, вернее, скорее всего, не торжественно, расстреляли, да, и, так, ну, сейчас я, наверное, про Юрлова еще немножко, да, расскажу про этого, вопрос, а какие сайты платные, как не влететь, так с вас деньги не возьмут, как бы, вот именно, что вы попали, вот, допустим, MyHeritage, вот, которая, рассказывала одна приятельница, что она подписалась на какой-то сайт, и с нее даже прямо сняла, ну, получается, она сказала свою кредитную карточку, в марте. она не говорит свои номера. Да, вы знаете, у меня, вот, MyHeritage, он очень такой, который, который израильский сервис, да, они мне, я уж, ладно, поделюсь, просто, интересная такая была история, я им же платил за ДНК, то есть, соответственно, они знали мою карточку. И в какой-то момент мне звонит, значит, приятный женский голос, здрасте, я из Тель-Авива, а у вас такое дерево, и вот она начинает просто меня так хорошо, очень так продавать, мне начинает продавать, у вас такое классное дерево, у вас такие фотографии, а вы это все сам сделал, вообще, вы просто молодец, вы знаете, сейчас вот, вы подпишетесь на наш сервис, на платный, и у вас вообще, все будет автоматически, кнопочки просто будете, мышки сжать, и у вас будет дерево расти, просто как, вот, и она такая говорит, ну что, берете? Я как бы так, я говорю, не, не, я пока не беру, спасибо, я подумаю, так вы вот здесь живете, да, на Тансера? Я говорю, да, а последние карточки, у меня номер карточки, назовите, то есть, получается, что если бы я ей сказал последние четыре цифры своей карты, она их знает, но я должен как бы был подписать, не, она это знает, но я должен был по телефону, ей подписаться, как бы, то есть, если бы я сказал, вот, раз, два, три, четыре, вот мой код, это как бы значит, что я подписался под продажу, по телефону, да, и они бы стали бы с меня снимать деньги, вот, но нет, у меня есть такомы, которые платят им, и они, в принципе, довольны, потому что дерево там, получается, больше, можно проще контактировать с людьми, но это в общем зависит, да, просто я нашел другие способы, и поэтому мне это сейчас не нужно, эта платная версия, но, в принципе, те же самые принципы, что, вот, и теперь, да, пока у нас еще немножко времени есть, я хотел о чем сказать, а, более, более глубокие какие-то моменты, да, изучение, которое требует уже большего напряжения, вот это и мы закончили, такие самые простые вещи, то есть, посмотреть на подвиги народа, сделать ДНК, поговорить с бабушками, дедушками, там, с родителями, описать фотографии, зафиксировать, да, если мы начинаем работать, например, с архивом, это уже так, более сложная конструкция, да, нам надо поставить запрос, и, его как-то написать, потом ждать ответа, потом еще что-нибудь, и, хочу я начать, вот эту, под тему, с такого-нибудь, удивительного архива, это даже будет, смотрите, кто видит там адрес, ФСБ Российской Федерации, да, казалось бы, к чему здесь ФСБ, но, если у вас, кто-то из родственников, сидел, да, или был расстрелян, или вот, был репрессирован, то, оказывается, очень просто, можно пойти в ФСБ, вот они так ласково называют, это веб-приемная, и, отправить, буквально, запрос, что, здрасте, у меня был, Иван Васильевич Петров, такого-то года рождения, и он был осужден, там, в республике Коми, и, пожалуйста, ну, подскажите, какие там документы на него есть, и вот пример запроса, вернее, пример ответа, который мне ответили, значит, да, пришел такой, милый ответ, видите, уважаемый Александр Владимирович, это вот, мы все рассмотрели, у нас этого дела нет, по вашей, по вашей, прабабушке, но, и вот внизу там, видите, что вот уголовное дело, ее уголовное дело, хранится там, в Тверском центре новейшей истории, и, соответственно, они мне дали уже наводку, на эту Тверскую, Тверской архив, я уже там написал, и они мне прислали, там платно, я уже, в Тверь, я уже должен был заплатить, что они делают копии, этих документов, и вот из этого дела, я узнал, как там на мою бабушку повесили, что она, враг, как называется, враг народа, да, прям, буквально, представляете, там, гениально, моего деда, ну, прадеда, его расстреляли, его не то, что расстреляли, его как-то вот застрелили, там, где-то, нашли его где-то на опушке, но при этом сельсовет выдал справку, что Красная армия его расстреляла, как врага народа, изменника родных коллаборационистов. Это который был обрезан? Не, 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 это другое, это по другой линии, да, и, представляете, то есть, на основании справки сельсовета, НКВД шьет дело на мою, вот эту прабабушку Анну Васильевну, она там за ее спиной, как бы, это дело, она сама в суд подала, что, куда вы моего мужа, как бы, кто расстрелял моего мужа, а за это время ее берут, и уже из эвакуации ее отправляют в ссылку, она, что там, да, в коме она там сидит, ну не сидит, а вот это проживая, спецпоселение, она там жила в городе, в этом Ворхуте, кажется, на улице Пушкина, не запомнилось. Скажите, от вас требовали подтверждения вас с вами? Нет, ФСБ вообще, понимаете, вот что с ФСБ, это просто вот отправили, не нашли, у меня вот с ФСБ было, ну, несколько отношений, то есть, я несколько запросов делал, когда-то они присылали, что мы ничего не знаем, вот это как раз этого, который Александр Жуков Иванов, как бы, да, фотография, по нему вообще не найти, да, то есть, мы поискали, не нашли, а вот по каким-то другим вопросам они подсказывали и, соответственно, дают наводки и подсказывать, где-то можно найти, да. Я в Асков ездила, там тоже есть, как бы, ФСБ или как бы, что-то, там мне сказали, если я гражданин другой страны, они не дают информации, только должен быть гражданин России. Слушайте, я, я, про это тоже думаю, но вот здесь они вообще ничего не спрашивают, они тут спрашивают ваше имя, ваша электронная почта. И потом многие архивы вообще отказывают и заниматься своими технологическими поисками. Если вы гражданин на Мире России, да. Ну, вот здесь, да, это такая, я гражданин России, поэтому мне, как бы, тут проще, но надо, вот, так что, да. Но, как-то можно нанимать в архивы, потому что я ходила в архивы, выполняла документы, и они не представляют все документы, но сами не случатся. Ты поднялся, что я с тобой не буду это решать. Ну, можно сделать запросы в архивы платные, да, они будут делать. Но, если я с какой-то страны. Ну, вот, я не, ну, тут, слушайте, надо, я думаю, это очень сильно за это людей, то есть, потому что, ну, вот, когда я занималась в Коевском, я занималась в Коевском, тогда вообще не делали, личными архивами никто не занимался. То есть, я даже ходила, там, в Пскове, самому лаву, потому что у меня тоже все псковского было. Она говорила, нет, нет, вам надо вы ищите, вам все документы, все дадут, но это не пускать. Потому что, мне делали, в Челябинске, мне делали, еще, в Беларуси, мне делали, еще, ну, да, в Беларуси, кстати, я же не гражданин, да, с гражданцами, да, тут надо работать, мне кажется, тут надо смотреть конкретные какие-то случаи, то есть, можно через кого-то, да, попробовать сделать. Ну, я даже тут до этого, вот, ну, еще до пандемии, наверное, что называется, питерский архив, он выставил, там можно было заплатить за сутки, там, за неделю. А, вот это работает, да, все документы, это работает. Мы недавно, да, тоже это искали. Вот, кстати, я хочу, вот, например, именно, какие-то дудки, потому что там, Новгородская, там очень много, Ленинградская, Новгородская область, там много. И там можно посчитать сразу списки и понять, надо, что это что-то или не надо. я когда прощала, было очень бюрократизировано, через представителей, они категорически не хотели, хотели, чтобы бумажек о доказательстве, родстве, дали встречам о заверенной, потом в оригинале, там доверенность, такую секунду пятую, там, это очень, и это было, что не хотели, как заниматься. Очень зависит от архива, потому что, например, у меня опыт с Челябинском, там, они просто забыли про мое дело, ну, про мой запрос, я потом позвонил, и они на следующий день будут вам, наше дело. Кто-то, например, Пермский край, у них вообще все вырушено, вот я сейчас хотел показать, да, метрические книги, да, это вот как раз, чуть-чуть просто, помните, я говорил, Юрлов, которого расстреляли, я нашел, то есть у меня есть документ о его рождении, то есть вот здесь написано, что вот Александр родился какого-то там, что тут, а, 19-го он родился, 20-го он крестили, крестили 82-го года, да, вот, и это представляется документ о его рождении, он выложен бесплатно на сайтах, на сайт, на там, два сайта у Пермского края есть бесплатные. Ну, и толщие документы все тоже выложены, онлайн все можно найти. А вот, да, это уже бумага о том, что он был расстрелян, это уже я получил из архива, откуда я это получил, из Екатеринбургского архива, из Свердловской области архив, это Свердловский архив административных дел, это единственный архив, который был сделан по указанию Ельцина о том, что вот нужно все эти КГБшные штуки выкладывать в более публичный доступ. Вот, вот он, Александр Иванович был расстрелян 9 марта в 24 часа. Ну, такая вот конец жизни, да. Так, это вот про архивы, да? Ну, ладно, мне кажется, мне кажется, да, у меня там еще какие-то истории, но, наверное, уже мы устали, да, наверное? нет? Нет? мы не устали, но время у нас. Время. То есть какие мы должны? 15 минут. А, да, ладно, тогда вам расскажу еще историю, которую как раз рассказывает, подчеркивает генеалогия, как часть жизни, да? Это вот, сейчас покажу, значит, такая вот фотография, получила ее в прошлом году, если кто узнает героя врага, Владимир Ильич Ленин. И где-то здесь, среди этих людей, находится приемный отец моей прабабушки. Ну, я тут, я не могу определить, ну, как-то, да, надо будет внимательно поизучать, как я добрался до этой фотографии. А, приемный отец, это вот он, смотри, который снизу стоит. Вот это он, в общем. Но это с разницей в 20 лет. То есть, где-то, где-то они тут... А другой фотографии нет? Нет, еще есть фотографии, надо будет поискать. Просто я как-то, да, надо заняться этим, да, будут внимательно пересмотреть, стериться, я... В общем, какая история? У меня одна из задач генеалогии, это найти родителей моей, как бы, вот бабушки, да, это Горогуля. И про нее практически ничего не известно, там, как-то их удощряли, передощряли, там, сначала отец умер, отец пропал во время Гражданской войны, видимо, потом мать умерла, потом он вышел, женился на другой, это уже вот этот, да, Константин Горогуля. Как-то захожу, я думаю, надо поискать. И очередной делаю бросок про свою Горогулю, Раису. захожу, значит, в Википедию, или в интернет просто, и мне, смотрите, выскакивает страница про некий, некий паровоз, и там указано помощник, про этого, машиниста, К. Горогуля, то есть, как бы, похоже на что-то, и там еще, город Челябинск, то есть, совпадение по месту, и совпадение по фамилии, и по инициалу, потому что моя, вот эта прабабушка, Раиса, Раиса Константинова, Горогуля, да, я так посмотрел, окей, Горогуля, начинаю искать дальше, откуда эта информация взята, иду, значит, туда вниз, в Википедию, и там, откуда взято, из книги Уральский сток Трансиба, иду, значит, в эту, еще эту книжку, нашел эту книжку на сайте, на сайте, ну, в общем, нашел, да, читаю эту книжечку, и вот он текст, буквально тот текст, который был в Википедии, указан, он же здесь идет в том же самом формате, идет здесь воспоминание вот этого дядьки, это тоже помощник был, а речь идет о чем? Этот паровоз ездил на день рождения к Ленину, на 50-летие Ленина из Челябинска в Москву, вез состав пшеницы, вот, и, соответственно, как Горогуля, некий, как Горогуля, участвовал в этом всем действии. Я, значит, смотрю эту книжку дальше, думаю, надо узнать детали, да, что там, откуда, где происходит. И вот, смотрите, автор этого, значит, книги, Алексей Леонидович Казаков. У меня вот эта вкладка на компьютере, в браузере, открыта, я что-то подыхался, как с ним связаться, никакой почты нет, как-то не найти его. В общем, она у меня болталась, наверное, год. Ну, все никак мне было к этой теме не вернуться, и вдруг мне приходит от Вселенной такой, как это называется, пинок. В форуме, вот, кстати, форум тоже, кто, кто может, форум любит читать, рекомендую генеалогический форум Всероссийского генеалогического древа. Очень мощный, гигантский количество информации, но вот те, кто умеет форумы читать, меня форумы обычно бесят, я поэтому там редко, но все-таки присутся. Да, и мне вот написали, что, ну, я смотрю, что вы там Горогулей интересуетесь, и мы там с этой девушкой немножко переписывались, она вот, Горогуля-Горогуля, у нее тоже Горогуля, и что-то я так встрепенулся, так, надо вернуться к этому Казакову. Я возвращаюсь опять к этому Казакову, начинаю эту книжку внимательнее читать, и смотрю, какие источники Казаков использовал. Нашел я ряд этих организаций, которые использованы в этой книге, и начинаю, в общем-то, им, да, начинаю этим организациям писать. И что происходит? Одна, значит, это комната, историческая комната локомотивного депо, у меня дядька отвечает, да, слушай, мы знаем некого Горогулю, у меня был на фотографии, я тебя поищу. С другой стороны, женщина из, да, из одного из музеев, она мне отвечает, и мы с ней очень, она мне очень сильно помогла, она мне дает контакты, я спросил конкретно про эту фотографию с Лениным, которая, она говорит, я помню, мы и обсуждали эту фотографию с автором этой книги, и она мне дает адрес, Казакова, но другого, его сына. Я пишу этому сыну письмо электронное, и он мне говорит, говорит, что он мне, слушай, мне пишет, да, через две недели я в отпуске, я ему выписываю, он говорит, да, он у меня есть, я тебе сейчас, и он мне присылает после своего отпуска 600 мегабайтов архива про вот этого Горогулю. Оказывается, они делали, вот когда эту книгу делали, а он с его отцом, получается, они эти все материалы аккумулировали, и у него там где-то эти архивы лежат, он мне просто, на здравствуй, получи, расписываться не надо, да. То есть, вот эти все фотографии, вот это, да, с Лениным, она как раз-таки оттуда, из этого архива. И потом эта женщина, она мне еще дает контакт человека, который тоже интересовался Горогулей. Оказывается, это родственник. В общем, мы начинаем с ним связываться, и, ну, очень получилось, что да, мы там пересеклись, он кое-какую информацию еще достал, то есть, мы там в каких-то отношениях, как бы, ну, какие-то отношения мы с ним установили. Вот такая вот история, и, да, теперь надо дальше искать. Получается, это приемный отец, теперь мы точно знаем, откуда он взялся. Он из села, местечка Келиберда, Кременчугского района Полтавской области. Этот Кременчуг, который как раз бомбили, туда прилетела ракета в этот, в торговый центр. Вот, собственно, но будем искать дальше, да, как дороги дойдут. Здесь я... Ой, ой, что-то он на том, это... Громко, в смысле, простите, я вроде думал отключил. Грагуя. Да, да, да. Вот, перечислилили. Ну, вы, в принципе, все записали, да, наверное, все эти сайты. Вот еще на моем статье, если вы на моем сайте матруничком, если зайдете там, вот две статьи, одна про программу, в которой я делаю, которую я делаю, свое дерево держу. Но она такая, более техническая, наверное, это для тех, кто любит с компьютером возиться. И вот еще сервисы, более свежая статья про онлайн, сервисы написал, смотрите, я только сейчас забыл. Сервисы, да. В общем-то, спасибо большое. Я открыт контактом, так что, если что, можете мне найти, там, где-нибудь мне написать. Лучше не на фейсбуках, а лучше через электронную почту, там, или еще как-нибудь. Фейсбук я могу долго проверять. если да, есть какие-то вопросы, или... очень интересно, потому что, как же, как же, как же, как же, есть в АМЛ. Еще раз покажите в АМЛ. А, у меня, смотрите, так, ну, зайдете... Александр Матруничев. Так, сейчас... Александр собака Матруничков. Так, где же оно было? Близко. Вот, вот, да, вот, точно. Увеличите. Так, я не знаю, как бы, смогу или нет. В общем, да, Александр Матруничков. Ну, у Ирины есть адрес, если что, можно, можно, Вот, Матруничков. Хорошо. Выдохи. Есть. Я люблю такие вопросы. Да, да, пишите, да, если вдруг там на Горокуле откретесь, или еще там. Пока, Ирина. Я вот, сначала книжку нашла, история тебя, и сейчас они выпустили тетрадку. А, там прям можно... Ну, прям для мечтарей. Классно. Там суть про ФИИ, ну, я тоже еще не дочитала, родные мечты. А, да, интересно. Ага. У них есть только в виде учебника, но сейчас они рабочий тетрадь, прям вот у них виды строения, про пивочек, по пускателям, сословия, все какие-то сословия. В общем, классно. У нас продается много книг. все классно. В Т1 и в Кристине. Либо у них можно заказать и учебник, но я даже нашла учебник.